I wanna be kibostas, kibostas, kibostas Пошел, старт, съемки! Всем привет! Ни один выпуск не обходится без чая и без грязного стола, как вы уже заметили. Так, сегодня будет обзор одного очень интересного, на мой взгляд, устройства. Для начала маленькая предыстория. Всем нужны вторые телефоны. Вот мне, допустим, нужен второй телефон, вот он мой, здесь, Свистон. Взял его за 30 евро. Выглядит он примерно вот так вот. Значит, он мне нужен для того, чтобы получать сообщения с паролями из банка, из украинского банка. Здесь у меня украинская карточка, а на моем основном телефоне немецкая карточка. И когда ты хочешь что-то купить через интернет, тебе приходит пароль, его нужно быстро ввести. И менять каждый раз карточку, это очень долго и нудно, и неудобно. Этот телефон, как я уже сказал, я взял за 30 евро. И он считается телефоном для бабушек и дедушек. Ну, грубо говоря, потому что здесь минимальное количество функций. Здесь нету даже игр, нет интернета, ничего нет. Но есть радио и блютуз даже есть, но он плохо работает. Я не смог подключить AirPods к этому телефону. Модель этого телефона я напишу в описании, и вы скажете, как он вам. Так вот. Но сегодня речь пойдет не о нем, сегодня речь пойдет о другом телефоне. Я столкнулся с задачей купить своему деду телефон. И я начал присматриваться и начал искать, что же ему может подойти. Какие телефоны ему могут подойти. Мой взгляд упал на Caterpillar B30. Они еще выпускают технику. Фирма Caterpillar. Так вот. Но он мне не сильно понравился, потому что он маленький какой-то. Да, там есть фонарик, вроде бы там нормальные буквы, цифры, все такое. Стоил он 75 евро Caterpillar. Я немножко изучил вопрос и подумал. Блин, может есть что-то другое за те же деньги. Единственным моим критерием было поискать телефон ниже 100 евро. Итак, телефон ниже 100 евро. И я наткнулся на фирму Ruggear. Название тоже напишу в описании, и вы сможете подробнее изучить и посмотреть. Значит, фирма Ruggear. Что интересно, что именно вот эта вот фирма Ruggear, она делает эти телефоны Caterpillar и GSB. То есть, Caterpillar и GSB попросили у этой фирмы, чтобы они выпустили телефоны под их именем. Конечно, они за это заплатили. И там коллаборация и все такое. Но, что я вам хочу сказать, что телефоны GCB и Caterpillar, они не такие хорошие, как именно телефоны от самой этой оригинальной фирмы Ruggear. Здесь написано, что то, что iSafe Mobile, короче, типа защищенные телефоны, и дизайн этого телефона сделан в Германии. Но сам телефон выполнен в Китае. Ну, как с айфоном, типа дизайн в Калифорнии и сделан в Китае. Так вот, хочу обратить внимание на саму коробку. Она очень качественная здесь. Он выступает немного. То есть, этот телефон стоил мне 80 евро. Внимание, 80. Но как качественно и аккуратно сделана коробка. Здесь сзади написано, что есть у него 2G. И microSD. Можно всунуть карточку до 32 гигабайт. К слову, здесь до 16 гигабайт карточка помещается. И я сюда скачал себе музычку немножечко. Я даже слушал через наушники обычные 3,5 мм. И да, ну, можно слушать, если там на крайний случай что-то сядет. Здесь защита от воды и пыли IP68. Здесь вообще нет никакой защиты. Напоминаю, этот телефон стоил 30 евро. Этот 80. И здесь экран 4,7 дюйма. И есть еще Gorilla Glass. И есть офигенный фонарик. Как всегда, как вы знаете, я никогда не открываю товар перед тем, как сделать обзор на своем каналчике. Поэтому сейчас вместе с вами мы его откроем. Я даже сейчас задумался, если он мне сильно понравится, то я его не отдам деду. Прости, дед. Если ты это посмотришь. Так, открываем. Ну, пахнет немцами, да. Очень-очень качественно все упаковано. Серьезно. Смотрите, какой фонарь огромный. Камера очень маленькая, посмотрите. Вот она тут. Ну, такой большой, большой телефон такой. Так, сейчас мы снимем пленочку. Кстати, есть один обзор. Штрих. Делал обзор и не снял эту пленку. Такой придурок. Я ее сразу снимаю. Ха-ха-ха. Что-то мне тут не кажется, что здесь 4,7 дюйма, если честно. Тут написано 4,7 дюйма. Отвечаю. Может, весь телефон 4,7 дюйма. Непонятно. Кнопки нажимаются очень круто. Реально круто. Тоже есть для наушников. Но у меня что-то подозрение, что здесь не 3,5 мм. Сейчас заценим. А, кстати, еще прикольная функция здесь, что его можно использовать как Powerbank, этот телефон. Сейчас я вам покажу. Блин, с какой стороны открывается, я понятия не имею. О, открыл. Вот, его можно использовать как Powerbank. Батарея здесь. Сейчас посмотрим, насколько тысяч миллиампер. А, работает этот телефон в диапазоне температур от минус 20 до плюс 60. Представляете? Вот, здесь еще какая-то интересная фигнюшка. Еще не знаю, что это. Сейчас мы с вами посмотрим комплектацию. Ох. Так, здесь у нас... О, защитное стекло. Да, защитное стекло. Батарея 2400 мАч. Наклейка какая-то. Инструкция для дешмана. Гарантия. Ох, ребята, комплектация очень богатая. Тут есть тряпочка офигенная. Тут есть... Ну, для питания это понятно. Аккумулятор. Это наушники. Наушники есть. Обалдеть. Я думал, что их здесь не будет. Да. Выход 3,5 миллиметра. И тут есть... А, тут даже есть такой ключик. Посмотрите, чтобы его открывать. Как верту. Как дешманский верту. Ладно, сейчас я все состыкую, упакую. И мы с вами все проверим. Так, наш телефон убийца включается. Реально убийца. Так, читаем, что пишет. Графика, кстати, очень хорошая. Так, you can check the data, connect the device, а-а-а-ла-ла-ла, бла-бла-бла-бла. Понятно, ок. Так, ну, углы обзора нереально хорошие. Видно все идеально, прекрасно, шикарно. Вы можете даже на камеру увидеть. Я где-то читал, что какая-то из этих кнопок должна быть фонариком. О. Ох. Ох, фонарь очень яркий. Ох. Он реально очень яркий. О-о-о-о! Ох. Ох, мне кажется, деду подойдет такой телефон. На работе ночью такой, типа, сторож. Сейчас я попробую разобраться в настройках. Все посмотреть. Что мне понравится сразу, а что нет. Попробую подключить его к AirPods. И поделюсь с вами своим мнением. Это шок! Я их подключил. AirPods подключил к этому телефону. Это реально шок. Хотя сначала он не хотел подключаться. Вот здесь. Этот телефон тоже находил AirPods. Но он писал мне, введите ключ соединения. Типа пароль. Я вводил 4 единицы. И 4 на ля, но что-то тоже не получилось. Но сейчас он подключился. Охренеть. Я реально... Сейчас попробую радио включить. По крайней мере, в наушниках я радио не слышу. Ребят, вот серьезно. Если без шуток, я в шоке от того, насколько это функциональный телефон. Вот правда. Здесь очень много функций. Есть мировое время. Игры даже есть. Интернет есть. Это шок. Реально шок. 80 евро. Я прошу заметить, что Caterpillar и даже в сравнении не стоит с этим телефоном. За ту же цену. За ту же цену. Серьезно. И телефоны Радир. Есть Радир 150, 160, 310 и так далее. Там есть даже сенсорные. Если вам интересно, посмотрите. Ну, просто чтобы знать для себя. Вот я сейчас закручиваю эти болты тут. Не знаю. Как по мне, очень достойный и интересный аппарат. Я не знаю, дарить его дедушке или дать ему свистон. Что вы скажете. Мне он очень понравился. Для сравнения. Сейчас вам покажу вот эту вот вспышечку. Вот здесь. Вот. И это все, что он умеет. И тут, когда еще светишь этим фонариком, то яркость от экрана гораздо больше, чем от этого фонарика. Короче, я очень доволен покупкой. Не знаю. Или себе ставлю, или все-таки подарю деду. Еще буду решать. Но он слишком функциональный для деда. Реально. Очень функциональный телефон. Ну вот, что мне здесь нравится, это ему вот эта вот лампа понравится очень сильно ему. Ладно, глянем. Пишите в комментариях, что мне делать. На что мне делать еще обзорчики. Ставьте лайки. И всем хорошего года и хорошей весны. Peace.